Их место встречи неизменно. Каждый день в 10 утра, невзирая на капризы погоды. Решение Международного комитета не повлияло ни на планы, ни на расписание тренировок. Изменилось только настроение. Диаз, не скрывая, сейчас он переполнен неспортивным гневом. Обидно, конечно, очень сильно, что готовился на протяжении 4 лет к одному старту. И тут такое решение политическое даже можно сказать. Я этим жил, то есть я не пропускал ни одной тренировки. Этим жили их родные, близкие и, конечно, их тренер. Его птенцы впервые взмыли так высоко. Он и представить не мог, что им так жестоко сломают крылья. Ну, что сделаешь здесь? В общем-то, тут политика, тут не знаю даже, что еще тут. Но только не спортивное, понимаете, вот это начало. В шоке. Первым делом, естественно, начали звонить. Все родственники сейчас. Каждый постоянно звонит, спрашивает, правда ли это. Вот мы всем говорим, что надеемся на лучшее. Вместе с Сашей и Диасом по ту сторону Олимпа оказались еще 250 человек. Вся сборная. В общественной палате России отстранение нашей команды назвали, цитата, «низким и подлым поступком театра абсурдных решений». Паралимпийский комитет России теряет все свои права члена Международного паралимпийского комитета, а его спортсмены теряют право на выступления в соревнованиях, проводящихся Международным паралимпийским комитетом. Решение с очевидной политической подоплекой России намерено обжаловать спортивным арбитражи в Лозане. 21 день, в течение которых решится судьба паралимпийцев. Ну, ребята, конечно, расстроены, тут говорить нечего. Но, тем не менее, я их просто настраиваю не вешать нос и, в общем-то, брать пример с основной сборной. Кстати, об основной, сильно поредевшей сборной. За два олимпийских дня нашим спортсменам удалось завоевать пять медалей, среди них одно золото. И Диас и Саша очень надеются принять эстафету и пока не торопятся прощаться со своей мечтой. Ну, я знаю, что мы поедем. Инстерина Киселева, Вадим Доминов. Наше время.